Привет, боец! Если у тебя есть непреодолимое желание погрузиться в тему ставок, но может быть нет времени или желания самому анализировать материал, то в описании к ролику для тебя есть очень интересная информация. А именно, авторская рассылка Романа Гонина, уже не раз себя зарекомендовавшая, а также учебное пособие, которое позволит тебе погрузиться во все тонкости беттинга, которые тебе необходимо знать. Также данную информацию ты сможешь найти в нашей группе ВКонтакте, где в разделе товары тебя будут ждать те же самые позиции. Всех обнял-поднял, ребят, и всем удачных путей в беттинге! Так, экстренное включение, дорогие друзья. Тут UFC решили нам немножко дополнить турнирчик, который мы увидим уже на этой неделе, и соответственно к подкасту, который мы уже записали и выложили на канал, дописываем вот этот вот ролик, а обозревать мы здесь будем поединок Александра Романова. Да, того Александра, которому уже три поединка назначили, все они были отменены по разным причинам, вот на этой неделе уже вполне возможно ему наконец-то удастся дебютировать, составит ему пару Рокки Мартинес. Меня зовут Андрей, и как обычно со мной будет обсуждать этот бой Рома. Привет, Ром! Да, всем привет. Так, что здесь можно сказать? Ну, я думаю, по Александру Романову вы кое-как уже какую-то информацию можете там вспомнить из того, что мы говорили. Это очень крепкий, такой очень напористый и физически сильный парень из Молдавии, который обладает преимущественно именно борцовскими скиллами. Он сильный, мощный, выносливый, и множество побед он заработал, в том числе и бросками тяжелыми, короче, силы этому парню не занимать. Его соперник это олицетворение такого парня, про которых мы говорим, как вот желание есть, сила есть, а вот техники немножко не достает. Но, тем не менее, вот на этом самом желании, на этом самом, скажем так, здоровье, физике, он смог заработать не так уж и мало побед. Вы могли видеть этого парня в резине, он там достаточно давно уже выступает, и, соответственно, сейчас ему выпала возможность встретиться с Александром. И скажи, пожалуйста, Ром, какие у него шансы вообще есть против Романова? Ну, знаешь, в принципе, он тоже такой физически, физически прям весьма такой крепкий, сильный, поэтому шансы, ну, по идее, есть у него против многих, конечно, но понятное дело, что Романов, конечно, здесь смотрится, скажем, в большем приоритете в качестве победителя. Но в любом случае Мартинес тоже не подарок, прямо скажем. Потому что, да, действительно, да, скиллов там не хватает, и это, мягко говоря. Потому что в целом, в целом он такой довольно маленький парень, ну, в принципе, да, 178 сантиметров. Он будет меньше Романова, но он весьма такой грустный. Опять же, кто видел его в резине, вы, я думаю, представляете, что он на себя представляет. Он прям, ну, грубо говоря, прям толстый. Вот реально у него очень много лишнего веса. Ну, его это, я так понимаю, не особо парит. Причем, что интересно, он выступает регулярно, он прям вообще очень регулярно выступает. Он постоянно в зале, прям, ну, реально, судя по фотографии, он тренируется практически постоянно. И вот реально в начале там карьеры, да, он вообще-то в ММА довольно давно уже выступает, в любителях вообще с 2005 года. То есть реально довольно опытный такой парень. Но вот начиная, начиная вот с 15-го года у него прям очень часто и пошли выступления. Здесь по три, по четыре выступления в год. Это прям активный боец. Однозначно, да, выступает там во всех местных турнирах, где ему дают такую возможность, так скажем. И, по сути, в резине-то он не так плохо выступал, на самом деле. Потому что здесь у него только два поражения в резине, по сути. И поражение от Мирка Филипповича, который, как вы можете помнить, в резине просто блистал, просто там уничтожал всех, да, и выиграл там гран-при, по-моему. И поражение Джеку Хьюну. Опять же, Хьюн тоже такой небезызвестный парень, но бой был в сплит, да, и по идее Хьюн хоть и сам, вот знаешь, он звезд неба не хватает, но все равно у него-то есть какие-то скиллы, навыки, умения. И вот у него-то все равно были проблемы с Мартинесом. Потому что, в принципе, его ведение боя, оно довольно простое. Он так не спеша, знаешь, не сказать, что он летит прям все время вперед. Нет, но он так прет, прет, нагнетает, подшагивает по чуть-чуть, по чуть-чуть и бьет, 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 много бьет и старается прям все время идти вперед, старается сблизиться. Ну, как я сказал, он довольно небольшой, так скажем. У него очень короткие ручки, прям очень короткие, но это ему очень, скажем так, хороший плюс дает в клинче, потому что он именно в клинче очень часто работает. Несмотря на его комплектацию, да, он, ну, комплекцию, да, он довольно выносливый. И это, мягко говоря, потому что я, опять же, просмотрел кучу его боев. Тут у него бывало, знаешь, что он просто, просто три раунда клинчуется. Для него никаких проблем в этом нет, а соперник устает при этом. И в клинче вот он, он встает и натыкивает вот этими короткими руками своими руками, локтями просто тыкает, тыкает, тыкает и в принципе все, как бы вот так вот. Были у него хорошие успехи в организации еще дип, да, и там местами в ризе не благодаря правилам, потому что когда ему удавалось там сваливать соперников, там разрешены сокеркики, я напоминаю, если кто не знал. И так довольно неплохо он этим пользовался, когда сваливал соперников, собственно, да. Ну, его перевести тоже можно, тоже можно, и это не особо сложно. То есть, ну, опять же, вы можете там посмотреть его крайний бой, так скажем, в ризине, да, вот который был в феврале. И там парень его перевести никак не мог, ну, никак не мог. Но, опять же, этот боец, там, японец, он даже близко не уровня Романова, даже близко, потому что я думаю, что у Романова не будет с этим проблем, скорее всего. Вот. А тот же Хьюн, он его, ну, он вообще не напрягаясь в партер перевел, он просто в какой-то момент подхватил, опять же, из-за своей такой грузности, комплектации, Мартинес довольно быстро равновесие теряет, поэтому перевести его можно, и в моем понимании, да, из того, что я видел, особых трудов это составить не должно. Но я хочу заметить, что парень довольно-таки крепкий. Он, конечно, проигрывал досрочно, но я замечу, опять же, что и вот в восемнадцатом его крайнее досрочное поражение от Филипповича значится, и там просто была сечка, как бы. Вот. Это я к тому, да, что, в принципе, довольно крепкий, довольно крепкий персонаж. И, опять же, если брать во внимание то, про что я говорил, что вот разрешены сокеркики, так скажем, я вот вспоминаю, что его валили, и тот же Хьюн, он ему несколько раз довольно плотно, так прям в партере пнул в голову, и Мартинес как бы это принял вообще без проблем. То есть такой, ну, знаешь, ну, просто физически сильный, такой здоровый, крепкий парень, но умений там не особо много. Вот как я могу охарактеризовать этого бойца. Старается идти вперед, работать первым номером. Вот. Ну, что, про Романова мы уже несколько раз поговорили. Собственно, три боя уже этому парню дали. И, конечно, ничего не получилось, сейчас четвертая попытка. Я очень надеюсь, что, наконец-то, мы увидим его в действии, да. И, ну, собственно, он должен быть побольше Мартинеса, собственно, повыше. Я думаю, что руки у него тоже длиннее, потому что у Мартинеса они прям, ну, очевидно, короткие. Вот. И, соответственно, я думаю, что Романов, опять же, как он говорит, да, что он и стойку в последнее время очень сильно подтянул. Не знаю, конечно, насколько этому можно верить, но я могу сказать, что защита Мартинеса в стойке, ее практически нет. Вот. То есть, корпусом он не работает. Так называемого хед-мувмента у него, в принципе, нет. То есть, он идет, все, что летит на него, там, неважно, там, какой это удар, просто джеб, он просто все съедает головой, просто все. Поэтому, мне кажется, что если Романов хоть чуть-чуть ударку потянул, он превзойдет в этом компоненте Мартинеса. Ну, соответственно, повторюсь, перевести его можно, это, ну, визуально было довольно легко. Мощи у Романова хватить должно, потому что, я уже говорил, что физически это крайне сильный боец, прям, прям очень сильный. Он очень больших и габаритных ребят просто поднимал над собой, протаскивал там в клетке. Я думаю, не должно быть у него проблемы именно с силой, чтобы перевести соперника. Ну, а там он уже будет с ним работать. Так что, то есть, не знаю, удосрочит он его или нет, но, как бы, у него все победы досрочны. Я думаю, по идее, он будет точно стараться это делать. Скорее всего, могу предположить, что даже мед все-таки, потому что именно в скиллах здесь довольно серьезная разница. Но, в любом случае, хотя бы посмотрим. Посмотрим на выступление Романова. Да и, учитывая крепость и стиль Мартинеса, я бы, конечно, не стал его списывать за счетов. Собственно, на Западе пока нет кайфов. На одной из наших СНГ-контор уже, конечно же, открыли. И что бы вы думали, ребят? 1.22 кайф на Романовой, там что-то в районе 3.9 на Мартинеса. И, ну, на Западе, я думаю, примерно то же самое откроется. И поспорить с этим довольно сложно. Ну, опять же, повторюсь, списывать Мартинеса счетов, конечно, не стоит. Но будем болеть за Романова и желать ему победы. Да, ребят, хочется, чтобы вот этот парень, который определенно заслуживает наконец-то дебютировать и показать все свои возможности, наконец-то все-таки дебютировал и показал нам прекрасное выступление и то, что он действительно достоин выступать в UFC. У него определенно в плане навыков есть преимущество над соперником. Он очень сильный, очень хорошо борется и в целом это достаточно такой комплексный боец сейчас, все возможности которого нам еще только предстоит увидеть. Да, Рокки Мартинес не подарок, но все-таки, все-таки, я считаю, здесь умения сыграют свою роль и коэффициенты являются более-менее оправданными. Нельзя пихать такие циферки в престики, вы все об этом прекрасно знаете, то, что это там не объективно и это не несет никакую пользу ни вам и никому вообще, ну, может, только букмекеру. Поэтому просто насладитесь этим поединком и я надеюсь, что Александр Романов покажет действительно удачное и зрелищное выступление. Да, согласен абсолютно. Ну, а если вас интересуют именно циферки, да, что там, куда поставить, так скажем, то это нужно, конечно же, не в подкастах искать, а у нас есть ВК-паблик, там, собственно, будут какие-то конкретные рекомендации перед турниром, можете туда переходить и там с этим ознакомливаться. А помимо этого, конечно, я очень рекомендую подписаться, потому что там много всего интересного, там новости, там всякие забавные, забавный контент, шутки, да, также есть образовательный контент, кому интересно, поэтому вот туда welcome. Ну, а здесь, собственно, вот такое вот у нас экстренное включение, да, мы старались, поэтому ставьте лайк и подписывайтесь. Да, ребят, все как обычно, работаем для вас, соответственно, проводим время с кайфом, обсуждаем поединки и никуда не расходимся, впереди будет очень много интересных турниров, ну, а на сегодня просматривайте другие ролики, если вы их не видели, потому что в этом турнире я, если я не ошибаюсь, 12 или 13 еще поединков, кто не видел подкасты, смотрите, я думаю, вам понравится. Всем пока, ребят. Всем пока.